Петр, приветствую. Здравствуйте. Вопрос у нас связан с фигурой Сергея Собянина. Московский мэр уже объявил о том, что идет на выборы. В последние дни крайне активен. Владимир Путин с ним вчера, Владимир Путин с ним сегодня. У меня вопрос, собственно, про роль и про влияние Сергея Собянина сейчас, потому что все эти полтора года политические обозреватели, политологи называли его чуть ли не лидером условной партии тишины, которая в постпутинскую эпоху, на которых некоторые возлагают надежды. Что мы сейчас видим по прошествии этих полутора лет? Я думаю, что очевидно, что Сергей Собянин до Владимира Путина является важнейшим доверенным лицом, который, по сути, уже почти 12 лет контролирует Москву с точки зрения политической, административной, организационной. То есть, безусловно, да, мы видим и слышим, и читали версии о том, что Собянин представляет партию тишины и так далее. Вроде как он чуть ли не пытался монкировать поддержкой войны в Украине и так далее. Но на самом деле свою функцию он выполняет. И мы помним и про батальон, который был сформирован, московский, за который формально Собянин, получается, отвечает. И человек, который контролирует все выборы, отвечает за результат, за положительный результат для власти, для Единой России, для Владимира Путина. Поэтому я не вижу здесь никаких изменений. Более того, мне кажется, с учетом последних, вот, уже почти, сколько, больше полутора лет с тех пор, как началась война в Украине, его роль, она только повышается для Владимира Путина и для, вообще, российской власти, потому что контроль за, там, любыми несогласными, за какими-то политическими событиями в Москве сейчас это особенно принципиально. Понятно, что это не только Собянин, работают и, там, МВД, и другие специальные службы, но Собянин, как бы, свою роль выполняет. И, там, те строительные работы, например, которые выполнялись, вот, значит, в оккупированных территориях, там, строительство всех этих укреплений и оборонительных, насколько мы понимаем, Собянин тоже, там, как-то в этом участвовал и ездил на фронт туда, и в префротровые зоны. Поэтому ничего не изменилось в этом смысле. У меня вопрос, понятно, что никаких выборов, назвать то, что будет происходить в сентябре, выборами сложно, они неконкурентные, все понятно, под кого подстроен результат будет, но Москва стоит особняком, как, может быть, еще небольшое количество регионов России, где мы не видим массовой агитации, какой-то милитаристской символики по всему городу. Собянин как бы Москву не превратил в одну большую агит листок Чевака-Вагнера и Минобороны России. Вот у меня в связи с этим вопрос, как человеку, который много освещает российскую политическую действительность, Собянин это делает из собственных соображений, из какого-то чувства прекрасного, или это какой-то просчет политический, потому что Москва какой-то более протестный город, и тут милитаристская риторика, наверное, была бы неуместна. То есть почему Москва не стала центром притяжения всех вот этих вот Z-историй? Ну, я думаю, что, скажем, исключать того, что в какой-то момент это произойдет в случае ухудшения ситуации на фронте полностью нельзя, хотя очевидно, что Москва выбрана не Собяниным, кем-то там людьми в администрации президента, как регион, где нужно пытаться демонстрировать, что, в принципе, ничего страшного не происходит. Поэтому там есть регионы, где вот эта милитаризированная такая агитация и внешние всякие символы, они более активно присутствуют. Есть столицы, где там работают, ходят чиновники, которые там как-то стараются, скажем, не думать о том, что они там работают и занимаются поддержкой вот этой военной операции. Есть бизнес, есть горожане, которые там многие наверняка, по крайней мере, активно не поддерживают или стараются не, скажем, как-то не обращать больше внимания. То есть это сделано для того, чтобы показать, что Москва такой город, не воюющий. И Москва столица, где, в принципе, ничего не изменилось. Вот, пожалуйста, вам речные трамвайчики на электрическом двигателе. Вот там. То есть попытка демонстрировать, что все по-прежнему, что все нормально, что все под контролем. Хотя, с другой стороны, вот опять же, да, мы помним перед Новым годом, по-моему, или... Да, перед Новым годом, мне кажется, на входе, на главной входной группе парк Горького, значит, эти символы все появились там на здании МВД, на Садовом кольце, это и есть. То есть это и есть просто не в таких больших масштабах. Тем не менее, свою функцию он все-таки выполняет, и в этом смысле тоже. Последний вопрос как раз у меня совсем не про Собянина, не по заявленной теме. Я хотел спросить, пользуясь случаем, раз к нам в эфир удалось подключить тебя, Петр. У меня вопрос про Сергея Кожигетовича Шойгу, потому что мы видели, как он взял просто, назовем ее паузу, несвойственную себе в плане пиара, в плане медийного присутствия. Это действительно история долгая была, мы не слышали его, не видели каких-то заявлений, выступлений. Вот сейчас он выходит, сейчас он уже дает комментарии по контрнаступлению Украины, аккуратно говорит, что да, существуют потери с нашей стороны. То есть он возвращается в медийное пространство, хотя казалось, что Пригожин его оттуда просто выбил. Вопрос мой, извини, что так долго подвожу, заключается в том, что мы сейчас можем ожидать каких-то ответных действий именно в медийном плане, потому что каких-то другие мало верятся, от Шойгу к тем, кто его сейчас критикует среди лояльных Владимира Путина людей. Ожидать ли нам ответки от министра обороны? Смотри, если позволишь, буквально про Собянина, еще просто один маленький комментарий. Мне кажется, важно то, что сейчас происходит накануне выборов. То есть у нас в сентябре, в 10-го, несколько дней будут проходить выборы мэра Москвы. И эти выборы, безусловно, очевидно, будут выступать для Кремля в каком-то смысле полигоном, где будут обкатываться избирательные технологии в период прохождения вот этой военной операции, войны, которая продолжается. Это будет обкатка предстоящих президентских выборов, которые запланированы на следующий год. То есть это, на самом деле, очень важная функция. И электронное голосование, которое мы помним, которое начиналось в Москве, как Москва была полигоном, который распространяется, расширяется на другие регионы, так и сейчас. И агитация, и какие-то там, значит, вот несколько дней голосования, и все остальное, это важнейший полигон, и Собянин выполняет важнейшую функцию в этом смысле для подготовки, для улучшения какого-то анализа, как это надо делать через уже там сколько остается, ну, больше полугода, но меньше года до президентских выборов, что на самом деле тоже важно, и это, безусловно, думаю, в Кремле ценят. Что касается Шойгу, смотри, значит, последние там полгода мы видели, как, безусловно, Сергей Шойгу в медийном плане серьезно проигрывал Евгению Пригожину, и сейчас, в последние месяцы мы видим, что все-таки происходит какой-то, как-то это отыгрывается, мы видим это и в каких-то административных решениях, например, да, с начала года Пригожин не получает пополнения для своей ЧВК Вагнер из, значит, колонии и так далее, и эти люди теперь приходят в Минобороны, то есть критика со стороны и Пригожина, и со стороны, такая немая критика со стороны, там, скажем, не знаю, людей во власти российской, которые, безусловно, не удовлетворены результатом, который ставился армией и спецслужбам, и который увидели на земле. Понятно, что она существует, но взять и, как бы, скажем, несистемный такой элемент в виде Евгения Пригожина, такого очень человека эмоционального, да, и совершенно такого, не работающего по правилам системы, невозможно им заместить существующий институт армии. Поэтому, безусловно, Сергей Шойгу, которого критиковали, который получил большую порцию критики и негатива, все-таки он остается министром обороны, на нем лежит важная функция, поэтому я думаю, что какой-то вот такой, скажем, какую-то небольшую компенсацию он все-таки получит, да, и мы видим, что он действительно сейчас более активен. Но Сергей Шойгу получил очень много негатива и в плане своих родственников, да, была вот эта критика расследования в отношении его семьи, поэтому сейчас как-то, наверное, в этом смысле он пытается отыграться. Это человек дело, да, он привык там, грубо говоря, как он был в МЧС, когда это человек, который мало говорит, но много делает, он ездит и спасает. Вот теперь, значит, он пытается играть эту же роль, совершая свои поездки, значит, на производство, на промышленность, проверяя лично, значит, под капотом законсервированных вот этих в советских времен еще армейских там внедорожников или там каких-то грузовых автомобилей, почему там что не заводится. То есть это вот человек, который сейчас пытается как-то публично какой-то вернуть себе какой-то авторитет и показать, что он при делах, что он контролирует ситуацию и будет, значит, дальше выполнять ту задачу, которую поставил президент Владимир Путин перед ним. Спасибо большое. Петр Козлов, политический обозреватель Moscow Times, был гостем популярной политики. Привет, друзья. Спасибо, что вы смотрите канал «Популярная политика». Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Станетесь спонсором канала здесь, на YouTube, либо на Patreon. Спасибо вам и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok